В букете пряных трав у каждой есть свой нрав, исторические корни и странные от слова страна симпатии. Так петрушку можно назвать француженкой, базилит итальянцем, а нашу кухню невозможно представить без укропа. И это отмечали и отмечают до сих пор зарубежные гости, называя укроп национальным российским растением, которое можно встретить практически в любом блюде. Ну ладно бы окрошка или борщ или солянка, а то ведь хумус, паэлья, пицца, что бы ни заказал, а там уже укроп. Здравствуйте, это я. Здравствуйте, дорогие друзья. Честное слово, не замечала, что у нас все вот так, а не иначе, но укроп действительно прекрасен. К примеру, в известной средневековой медико-фармакологической поэме в стихах о свойствах трав есть такие строки про укроп. Сладок на вкус, аромат он имеет довольно приятный и, говорят, помогает глазам, застилаемым тьмою. Семя его с молоком от козы, породившей козленка, как говорят, превосходно раздутый живот, облегчает и расслабляет желудок, когда он в бездействии медлит. Вот уж точно, не прибавить, не убавить средневековый автор отразил и латинское название укропа, пахучий, имеющий сильный запах, и англо-американскую версию названия растения. Точнее, его семян. Семена для собраний. Весьма занятно получается. Что касается нашей традиции, укроп, скорее всего, от слова «кропить» мелкокрошенным им как бы кропили блюда при подаче. Вспомните, в словаре укроп еще и церковный сосуд со святой водой, а местами даже чайники назвали укропниками. Но вернемся к его свойствам. При всей популярности и в народной медицине, благодаря своим, в том числе и антиоксидантам, противовоспалительным, бактерицидным свойствам, древние целители считали, что чрезмерное употребление укропа вредно для мозга. От него может быть гипотоническое состояние и упадок сил. Может быть, поэтому удивительно, но факт, в кулинарных целях в Европе укроп стали использовать лишь в 16 веке, а вот у нас много-много раньше. В рукописи 10 века значится в Сочи во вареное без масла всыплют кроп, а в 12 веке в уставе, описывающем еду монахов, есть упоминание о пряных травах укропе, мяте и чабреце. Оно и верно. И сейчас в пору засолки огурцов без этих трав просто никуда. Да вот и пирожки с укропом удались на славу. Пирожки с укропом и яйцом. Для начинки соедините укроп с яйцом и сметаной. Соль, перец по вкусу. Тесто разделить на части, раскатать в лепешки, вкладывать начинку, помещать пирожки на противень швом вниз, смазывать яйцом, а еще лучше желтком яйца со сметаной. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов минут 30. Кстати, с точки зрения использования начинки, возможен и другой подход. Никакой сметаны, просто потушить укроп на сливочном масле, потом добавить яйцо. Тоже будет вкусно. И да, никаких стеблей со стеблями, получится ну очень укропно. А так, все как мы любим. Приятного аппетита, Жанна Соловьева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин